Балтийское море То есть дальность в тысячи километров для них уже не предел В Вашингтоне взялись за Илона Маска В Палате представителей США хотят ответов от SpaceX Продолжают ли россияне пользоваться интернетом от Starlink на фронте? Россия может развернуть технологию за пределами своих границ Украинские чиновники предположили, что российские силы незаконно получили терминалы Обходя санкции, покупая их через посредников в соседних странах Дорогие зрители, для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде А вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий Именно о них сейчас и расскажем Швеция официально стала 32-й страной членом НАТО Накануне в Вашингтоне премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон передал госсекретарю США Энтони Блинкену ратификационные документы Уже через несколько дней в штаб-квартире НАТО поднимут шведский флаг НАТО получает от присоединения Швеции по меньшей мере три вещи И первая из них – это просто география Швеции и ее расположение на карте, что очень помогает в планировании И, например, если вы думаете, что НАТО придется защищать страны Балтии, то возможность использовать для этого шведскую территорию действительно очень важна Благодаря тому, что теперь все страны Северной Европы стали членами Североатлантического альянса Блок НАТО может осуществлять планирование обороны этой части Европы и района Балтийского моря Говорят аналитики и уверяют, что в этом регионе теперь создана новая архитектура безопасности Я всегда немного нетерпелив Я бы хотел, чтобы все прошло еще быстрее Но я был настойчив Нам необходимо думать о будущем И необходимо уважать тот факт, что другие страны иногда думают не так, как Швеция А мы продолжали, мы делали все для этого Кроме того, мы получили хорошую поддержку от других стран Не в последнюю очередь от Соединенных Штатов И сейчас я понимаю, что мы должны быть счастливы и гордиться нашим путешествием Напомню, буквально на прошлой неделе министр обороны Литвы, нынешний посол Литвы в Швеции Элина Слинкевичус заявил, что после того, как Швеция станет полноправным членом НАТО Балтийское море будет внутренним морем альянса И если Россия подумает двинуться на Европу, то первым будет нейтрализован Калининград В Москве же отвечали, что расширение НАТО является основанием для принятия дополнительных мер По обеспечению безопасности Военные Швеции тем временем говорят, что вступление в НАТО – правильный шаг Я чувствую себя хорошо Конечно, это был долгий путь И это политическое решение, которое мы в вооруженных силах в шведском флоте Действительно поддерживаем И это необходимый шаг Большой шаг к шведской национальной политике И, конечно, это решение связано с безопасностью в нашей части Европы Европейский союз должен модернизировать свое оружие в ближайшей перспективе И уделить как можно больше внимания обороноспособности Так считает Урсула фон дер Ляйен В четверг за ее кандидатуру на пост президента Еврокомиссии Проголосовала правоцентристская Европейская народная партия Если фон дер Ляйен победит, то это будет ее второй срок на этой должности Наша общая цель должна быть очень ясной В ближайшие пять лет нам необходимо усилить наш оборонно-промышленный потенциал И в основе этого должен лежать один простой принцип Европа должна тратить больше Европа должна тратить лучше И Европа должна тратить по-европейски Это поможет нам в восстановлении, пополнении и модернизации вооруженных сил стран-членов ЕС А также поможет в дальнейшей поддержке Украины И при этом Европа должна стремиться к разработке и производству нового поколения оперативного потенциала Способного побеждать в боях Илон Маск должен отчитаться Демократы Палаты представителей хотят понять, что сделала компания Маска SpaceX Чтобы предотвратить использование российскими оккупантами интернета от Starlink на линии фронта В США говорят, что сильно обеспокоены тем, что SpaceX не имеет надлежащих мер предосторожности А то, что оккупанты могут использовать технологии Маска на войне против Украины Является не только угрозой безопасности Украины, но и нацбезопасности Соединенных Штатов Об этом идет речь в обращении демократов Джеймия Раскина и Роберта Гарсии Напомню, что ранее Илон Маск утверждал, что ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно Россия может развернуть технологию за пределами своих границ Украинские чиновники предположили, что российские силы незаконно получили терминалы Обходя санкции, покупая их через посредников в соседних странах Россия ежедневно атакует Польшу В Варшаве говорят, что польские интернет-ресурсы подвергаются как минимум 2000 хакерских атак в день Эксперты в сфере кибербезопасности объясняют это тем, что Польша – один из главных союзников и партнеров Украины Поэтому атакам в кибервойне подвергается транспортная инфраструктура страны Благодаря которой поступает необходимое вооружение в Украину Тем не менее, Польша заняла первое место в национальном индексе кибербезопасности Управление железнодорожного транспорта, которое занимается вопросами регулирования ЖД-перевозок в Польше Подвергается атакам 2000 раз в день Русские атакуют все, что только возможно Это GPS Jam – такой сайт, который показывает перебои в работе GPS Если вы посмотрите на карты, то единственным источником этих проблем в работе GPS на Западе может быть только Калининград Также стоит отметить, что у нас есть помехи над Эстонией, Латвией, чуть меньше над Литвой Но пока продолжается война в Украине, эта тенденция будет сохраняться В России очередные пропущенные БПЛА продолжают лететь Российская Минобороны продолжает заявлять, что все сбивает А российские заводы и нефтебазы при этом продолжают гореть Беспилотники атаковали уже третий крупный металлургический завод в России за последнее время Например, в Череповце в четверг из-за атаки беспилотника произошел взрыв на металлургическом комбинате «Северсталь» На этой неделе горело в Курской области, Белгородской, на прошлой в Липецкой области Взрывы были и в Ленинградской Они-то и вызвали истерику даже у российских зет-патриотов Давайте посмотрим Мне, например, представляется одной из очень больших опасностей Это дальнейшее наращивание выпуска как собственными возможностями обороны промышленного комплекса Украины Так и с помощью западных предприятий, производителей подобной техники Беспилотных летательных аппаратов большой дальности Которые могут наносить удары в пределах практически европейской части Мы же видим, что уже они долетают и до Нижнего Новгорода, и до Санкт-Петербурга То есть дальность в тысячи километров для них уже не предел Российский штурм в районе Новомихайловки с треском провалился Или же с другим звуком, но точно не удался Сообщают ВСУ Горела и техника, и живая сила Теперь у россиян большие недочеты Кроме того, оккупанты не способны провести и наступление на город Часов-Яр Который находится к западу от Бахмута Так считает британская разведка Украина тем временем заявляет, что строит линии обороны сразу по нескольким направлениям В частности, на Запорожском и в Донецкой области А вот в литовской разведке считают, что в РФ, скорее всего, после так называемых выборов Путина Будет объявлена очередная волна мобилизации И Российская Федерация продолжит свою войну Причин ее не продолжать Москва просто не видит Считают в разведке Литвы У Москвы, к сожалению, достаточно финансовых, человеческих, материальных и технических ресурсов Для продолжения боевых действий в Украине По крайней мере, в краткосрочной перспективе у России есть большая воля продолжать эту войну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом пока все Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом Или стать постоянным спонсором канала А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями Оперативную информацию от НЕКТО ищите в Телеграм-каналах или на платформе ИКС Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами До новых встреч и хороших вам новостей Продолжение следует... Продолжение следует...